Образование в России переживает нелегкие времена, точнее сказать, образование в кризисе. Многие эксперты говорят о низком уровне знаний среднего выпускника учебных заведений всех уровней. Главным виновником называют реформы или даже реформы, которые пытаются провести Министерство образования. Причем все признают губительность выбранного пути и находят оправданием необходимости привести стандарты образования в соответствии со стандартами мировыми. Но в советские времена мы гордились своим уровнем образования. Ничего плохого в нем не было, кроме идеологии. Здравствуйте, в эфире программа «Абсурды». В студии работает Александр Вейкер, а рядом со мной сенатор Людмила Бокова. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Здравствуйте. И директор Центра образования номер 109, председатель Общественного совета при Министерстве образования и науки Евгений Ямбург. Здравствуйте, Евгений Александрович. Здравствуйте. Вы, уважаемые слушатели, также можете присоединиться к нашему разговору по телефону 65 10 99 6, код города 495. Или пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Абсурды». Я предлагаю пойти от общего к частному. То есть в первой части мы попытаемся понять, зачем нам нужны такие реформы в образовании. Во второй проанализируем изменения в дошкольном образовании. В третьей части поговорим о школе и учителях. Ну и в заключении о высшей школе. Итак, зачем нам нужны такие реформы, Евгений Александрович? Ну, я не знаю, про какие конкретно вы реформы говорите. Ну, по крайней мере, те изменения, которые происходят. Это же реформы, по большому счету. Ну, вы знаете, мы в этом состоянии, по-моему, с конца 80-х годов, перманентно. 20 лет. И, конечно, люди устали, даже само слово «реформа» вызывает аллергию и так далее. Поэтому здесь очень трудно стало отделять сорняки от того, что действительно нужно менять. Ну, во-первых, начнем с советского образования. Мы все несловно и свалились, и там действительно было много хорошего. И фундаментальность образования. И ценилось это образование. И ценилось это образование и так далее. И, конечно, многие вещи надо сохранять сегодня, безусловно. А мы же ломаем практически все. Вот, подождите одну секундочку. А с другой стороны, время, конечно, меняется. И представьте себе, что сегодня даже маленький ребенок в детском саду, вот у меня центр образования, вы ему даете книжку, она так пальчики растопаривает и удивляется, почему эта книжка не увеличивается. Почему это не айфон, да? Да, почему это не айфон. Я тоже с этим столкнулся, со своим ребенком. Такая же ситуация была. Понимаете, какая вещь. И вот был такой замечательный великий русский философ Соловьев, который говорил так, что образование должно быть одновременно и консервативно, и революционно. То есть оно будет только консервативно, отстанем, а мы уже отстаем от всего мира. Если оно будет революционно, разломаем все, и будут щепки летать. Поэтому здесь нужен баланс. А его очень трудно находить. Поэтому, ну, смотрите, вот приняты новые стандарты содержания образования, да? Давайте не путаться с стандартами подготовки учителей, потому что у нас все в каше получится, да? И там есть очень много позитивного. Вот я только что был на уроках, мы специально давали открытые уроки для родителей. Вот неделя, вернее, 10 дней прошло и так далее. Поэтому наряду с ЖИШИ и с традиционными вещами, они уже начинают учиться работать с айпадами. Ну, в рамках, конечно, да, создавать мультфильмы, озвучивать их и многие другие вещи, потому что мир же стремительно развивается. И поэтому и не так, и не так. Поэтому здесь есть много положительного, и здесь много отрицательного. Поэтому здесь это очень конкретный разговор, понимаете? И то же самое оценка людей, потому что и возможности разные. Одно дело, там московские школы, оснащенные этими необходимыми оборудованием, потому что мелая доска и счетные палочки, конечно, это архаик. А есть приборы, где они уже учатся, там, мерить давление детки и так далее, и тому подобное. И это требует переподготовки учителей, в первую очередь. А это тяжело, потому что многие учителя, но не очень сразу оказались готовыми. Это огромный процесс, массив огромный, понимаете? Сказать, что все плохо, это неправда. Сказать, что все хорошо, это тоже неправда. Но, по крайней мере, если сравнивать ту систему образования в Советском Союзе и нынешнюю, и мы видим результат, то есть выпускник в среднем, ну, в той же школе, выходит совершенно с другими знаниями. Они гораздо ниже, но, по крайней мере, об этом говорят все. Если мы проводим даже... Одну секундочку. Вы знаете, вот как дети рождаются разными, с карими, с голубыми глазами? Так и в институт они приходят. Я понимаю, я говорю про среднего ученика. Так и школы. Я не знаю, что такое средний ученик. Не надо усреднить. Я думаю, что нужно ходить от этого. Я много езжу по России, понимаете? Много езжу по России. И, кстати говоря, я абсолютно убежден, что понятие провинции — это понятие не территориально-духовное. И в Москве могут быть сельские школы, ну, по уровню, скажем. Я не хочу обидеть село, понимаете? И в провинции, я вижу, у нас прорывные просто школы. Это ломка идет. Кто-то вырывается вперед. Кто-то по-прежнему барахтается. Но вы правы в одном. Есть опасность, действительно, снижения планки. И это тоже происходит. Почему это отдельный разговор, когда идем уже... Да, да. Людмила Николаевна, ну вот мы идем по этому лезвию ножа, да? И, по большому счету, часто падаем в сторону все-таки вот этой революционности, о которой говорил Евгений Александрович. Я, ну, здесь я в данном случае я поддержу. Я думаю, что мы должны говорить о эволюции образования. И считать образование как открытый процесс, постоянно взаимодействующий с теми изменениями, которые происходят. Потому что, действительно, образование зависит и от социального развития в обществе, и от экономики нашей страны. И это все вкупе накладывает отпечаток на нашу систему образования. Но если его сравнивать с предыдущими годами, давайте тогда возьмем и определим, по каким критериям мы его должны сравнивать. То есть где вот эти точки соприкосновения и сравнения у нас должны быть, в чем, в каком. И по мере образования, и по предметам, и по знаниям. Ну, давайте по уровню оснащенности школ сравним, и мы можем проиграть. По уровню знаний мы можем, действительно, сегодня ребенок, у нас сегодня дети, например, да, не случайно у нас в 2014 году мы принимаем международные олимпиады по химии и географии. Мы выиграли эти олимпиады на мировом уровне. То есть мы вышли в открытое пространство, и наши дети конкурентно способны в мире. Мы это достигли, достигли. Это трудно? Да, это было трудно. То есть нужно было, действительно, сделать шаг к открытости нашей системы образования. И он, действительно, очень трудно. А не слишком ли большую цену мы платим за эту открытость? В зависимости, ну, какую цену мы платим. Конечно, мы сегодня видим, как оснащается школа, как меняется педагог, как меняются наши дети. То есть это, да, это цена прогресса, наверное. Можно я вам сказать? Да, конкретно. Вот смотрите, я просто хочу на очень конкретном примере, понимаете? Открытость вещь необходимая. Открытость миру. Мы не можем в капсуле жить и отставать бесконечно, да? Открытость там общественности, то, что они вмешиваются и имеют право сегодня, да? Но сами-то мы каковы. Вот я приведу простой пример. Вот не так давно была замечательная встреча наших учителей московских с президентом России. И одна очень, так сказать, директора школы, тоже гимназии, выступила с таким замечательным предложением, я с иронией говорю. Не стоит ли нам отказаться от домашних заданий в 10-11 классе, сделать их добровольными? Ну и президент говорит, да, это очень интересная мысль, это людям понравится. А вот тут стоп. Понимаете, есть понятие педагогичное, вообще популизм любой. Мир народом, хлеб голодным, безделье школьник. Что такое 10-11 класс? 10-11 класс — это последняя финишная прямая. Вопреки некоторым обывательским представлениям, там не только идет дрессура на ЕГЭ. Во-первых, это серьезные новые материалы изучаются. Конечно, есть репетиционная работа, потому что в формате ЕГЭ их тоже надо научить заполнять эти бланки. Конечно, конечно, и это не запрещено законодательством, это нормальная практика. Но с чем мы встречаемся? Вот мир же меняет, строители тоже. Вот сочетание такого прагматизма и некоторого цинизма. Я могу себе представить модель, только, знаете, как говорят в кинотеатрах или на телепрограммах, прошу не повторять опасно для жизни. То есть ребенок выбирается, два обязательных примет, русский математик, и то, что ему нужно для поступления, скажем, общество знания или иностранный язык. Ну, состоятельные родители берут репетитора. Ну, чего им мучить домашними заданиями? Он и так готовится. Как бы в автономном режиме от школы. Но зато существуют другие предметы. Там история, там литература, которую мы нам не сдавать и так далее. Здесь можно сделать видимость, натянуть на себя маску модернизации, сказать, мы от архаики отказываемся, какие-то задания спрашивать. Мы даем проектную деятельность, доклады, рефераты. В результате ребеночек... Жуткая вещь. Нет, нет, полезная в мир. В результате ребенок защищает проект московской битвы, ничего не знает про Сталинградскую. И в итоге, вот вам, но ведь родителям это нравится. Разрыв знаний. Мы продолжим через несколько минут. Нелегкие времена мы обсуждаем сегодня, которые переживают образование в России. У нас в студии сенатор Людмила Бокова и директор Центра образования номер 109, председатель Общественного совета при Министерстве образования и науки Евгений Ямбург. Вторую часть я бы хотел все-таки поговорить о дошкольном образовании. Понятно, реформа дело тонкое, обсуждать ее можно очень долго. И не одна реформа, а реформы. Самое главное, как к ней относиться еще. Да, и как к ней относиться. Но я вам должен сказать, что большинство относятся почему-то отрицательно. Я вот как родитель отношусь к этому отрицательно, потому что каждый год я не знаю, что будет происходить дальше с моим ребенком. Но есть еще категория родителей, которые не приходят в школу, но отрицательно ко всему относятся. Вот это самое страшное. Если вмешиваются процессы, активно вмешиваются. А если не дают вмешаться. Это другое. Это другое. Это плохо, да. Вот в погоне решить проблему с очередями в дошкольных учреждениях, мы зачастую теряем качество. То есть мы не говорим о, извините, вот на нашем сленге журналистском, о мясе. Да? Нет, мы не говорим о качестве дошкольного образования. И фактически получается, что детей мы отдаем на передержку. Это так на самом деле? Вот судя по тому, что сейчас происходит. Нет, это не совсем так. Давайте уже разделим переменные. Разведем переменные. Значит, первое. То, что не хватает места, это острая социальная проблема. Ее государство должно как-то решать. Поэтому, конечно, это касается матерей, которые хотят работать и могут работать. Это как бы одна линия. И от нее никуда не увернетесь. Это социальный аспект, скажем так. Социальный аспект. Теперь давайте содержание. Открываем последний закон образования. Впервые в истории России дошкольное образование отнесено к уровню образования. Этого не было никогда. Раньше мы отвечали только за присмотр и уход. А вот развитие детей, их образования, значит, это огромный шаг вперед. И, ну, мне немножко легче говорить, потому что в структуре центра образования у меня детский сад уже более четверти века. А вот дальше начинаются тонкости. Потому что, безусловно, это требует переподготовки очень мощных педагогов, дошкольников. Но почему это так важно? Дошкольников или воспитателей? Воспитателей. Нет, они сейчас преподаватели все. Я сказал, педагог, дошкольник, он и есть воспитатель. А, все. То есть не просто уход и присмотр. Хотя и раньше они занимались развитием. Но в чем здесь, если говорить, там большая очень суть. Это очень серьезная вещь, сразу трудно сделать. Понимаете, в силу многих причин, я не хочу сейчас никого пугать, мы с каждым годом имеем все более ослабленный контингент детей. Связанность генетической усталости, там многие другие вещи. Но дело в том, что большинство проблем, которые возникают у детей, чем раньше мы зафиксировали эти проблемы, тем у нас больше возможностей скорректировать их. Понимаете? Поэтому в этом смысле выявление, там, вещей, связанных с синдромом дексита внимания, с несформировавших психических функций и так далее, да? Это как раз, вот я еще раз говорю, по-настоящему компенсировать можно от 3 до где-то 9-10 лет. Потом будет поздно. И это требует перегранной работы. Ну, вот я приду вам простой пример. Я прошу прощения, конечно, ну, такой будет жесткий, ну, конечно, не называя НИФЭ. Но вот у меня в этом году, казалось бы, в 11-м классе ребята блестяще сдали ЕГЭ, поступили все. Но заодно девочкам очень переживали. Вот представьте себе, что она блестяще решает алгебру, а на языке сленги детей, значит, полный тормоз геометрии и стереометрии. Что произошло? Это давняя история. Когда она рожала ее маму, была асфиксия. То есть, несколько минут кислород не поступал, секунд, в мозг. В подкорке образовалось пятно. Называется минимальная мозговая диссонансия. Абсолютно сохранный интеллектуальный ребенок. Но у нее отсутствует пространственное мышление. Она в этом никак не виновата. Попала она ко мне в 9-м классе. Если она попала в детском саду или в начальной школе, вовремя, мы бы смогли специальными там упражнениями понимать. То есть, это очень тонкая, филигранная работа. И поэтому линия эта будет продолжаться. Сейчас готовят стандарты дошкольного образования. Не пугайтесь. ЕГЭ при выпуске из детского сада не будет. Не об этом речь. А я уже подумал. Нет, ни в коем случае. Не пугайтесь. И вот мы сейчас их обсуждаем, будем на общественном совете обсуждать. Эта линия абсолютно правильная. Но! Вот тут мы же всегда одной рукой делаем благо, а другой вред. Дело в том, что вот такая филигранная работа требует сохранения службы. Специальное сопровождение детей. Это психологи, дефектологи, логопеды. Без этого нельзя. А у нас сейчас же вся эта служба выводится, я так понимаю. Да, оптимизация штатного расписания. Денег не хватает и, смотрите, вся популяция все более слабая становится, да, детская. А мы выводим, так сказать, из штата школы, а куда вы денетесь? Душевое финансирование. Вы заплатили столько-то денег за детей. И дальше директор должен понимать, что либо математика оставляет, а куда вы денетесь? Вот эта ситуация очень опасная, потому что направление опять верное, это то же самое, как в поисках безопасности полетов, решение проблем, увеличить зарплату пилотам, чем надо, конечно, платить нормально, сократив наземные службы диспетчера. Понимаете? То есть тут все время идет борьба. Людмила Николаевна, но вот если мы уже затронули этот аспект финансовый, да, мы, родители, боимся, что с нас будут, мало того, что мы сейчас платим деньги за детский сад, мы будем платить еще больше, и по большому счету нам уже говорят об этом практически открыто. Я вот буквально в понедельник говорил с одним папой, который платит за своего малыша в детском саду в Москве 45 тысяч. Это огромные деньги. Для Москвы, может быть, не очень, но это практически средняя зарплата в Москве. Можно я спрашиваю сразу, это частный детский сад? Если это частный, то вполне оптимальный. Понимаете, потому что я прошу прощения, у нас 1200 в месяц. И у нас то же самое, в Саратовской области 1200 рублей стоит посещение детского сада. Ну, может быть, это и частный, но... Но в частном 15, не меньше, вот идет, но это регион. Ну, многие мои знакомые, у кого есть дети и ходят в детские садики, в среднем 20 тысяч. Ну, вот смотрите, что мы постарались, скажем так, запозиционировать законом. Понятно, что у нас появился новый сектор, это частные детские сады. И в связи с тем, что принято в законе образования, что дошкольное образование это уровень, приняты стандарты дошкольного образования, будут приняты, у нас дошкольное образование финансируется за счет государства. То есть государство должно фактически сегодня поставить себе такую задачу номер один, создать условия реализации федеральных стандартов дошкольного образования. То есть они предполагают ряд критерий, в том числе создание предметно-пространственной среды, то есть это где находится ребенок, где он будет получать дошкольное образование. А так как мы поставили задачу именно развитие ребенка, то есть фактически с двух месяцев предоставляется дошкольное образование до 7 лет, и это как раз образовательный контент, который финансируется за счет государства. А вот присмотр и уход, он остается, как и был, собственно говоря, ложится на плечи родителей. Но опять мы прописали, что присмотр и уход это хозяйственная часть. То есть то, что осуществляет уход нянечка за ребенком, сюда не должно быть включены такие расходы, как раньше это было на содержание здания, на капитальный ремонт этого здания. То есть исключены эти, включение этих расходов. Но понятно, понятно, что вполне возможно, что вот то, что мы убрали поправку, да, о том, что не должна превышать определенных процентов, это компенсация родительская. Но тем не менее, тем не менее, я считаю, что заблокировали развитие это тем, что у нас существует компенсация за... если ребенок посещает детский сад, есть компенсация родителям. Если муниципалитет повышает автоматически присмотр и уход, то автоматически он повышает и компенсацию. То есть здесь должен быть баланс. Конечно, нянечка должна получать достойную зарплату, за 5 тысяч она работать не будет, но тем не менее, тем не менее, все-таки нужно соразмерять и экономику. И сегодня вот из уст, например, наших министров прозвучало о том, что все-таки это должно соразмеряться с инфляцией, с ростом инфляции, а не такие запредельные суммы, они не должны браться с потолка. Нет, тут опасность, конечно, есть. Потому что в предыдущем редакции закона было очень четко сказано, что оплата за детский сад не должна превышать, там четко говорилось, 20% от содержания ребенка. Поскольку этот пункт снят, а муниципалитеты разные. Понимаете? Конечно, опасность повышения существует. Ну, теоретически она существует. Это речь только о государственных детских садах. А есть частные детские садики. Вот смотрите, частные детские садики. Это другая история? Нет, 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 ни в коем случае. Частные детские садики, они у нас попадают под действие закона об образовании. И, соответственно, с 1 сентября они должны будут с вступлением федерального стандарта разделить то, что они предоставляют за счет федерального стандарта, да, то есть государственное образование. И то, что они будут реализовывать в час. Лицензирование обязательно? Конечно, конечно. И в соблюдении всех норм, требования в обязательном порядке. Единственное, что у нас, конечно, существует проволочка, что этот, к сожалению, сектор иногда уходит в тень. То есть он, ну, как бы занимается оказанием посреднических услуг, он имеет на это право. И, собственно говоря... Это не государственные образовательные учреждения, ноу, так называемые, да? Да, да, совершенно. И они должны быть по закону некоммерческими, то есть не должны получать прибыль. Да, совершенно не так. А в какой интерес? А в чем интерес тогда? Нет, 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 нет. Объясните мне. Нет, оказание услуг, например. Это немножко другая ситуация. То есть они оказывают услуги, то есть, предположим, там, посещают, приходят к ним там 5 человек, да, вот они там в отдельной квартире или что-то. То есть вот понятно, что есть риски там и нарушения норм, и риски заболеваемости детей, но, к сожалению, вот пока у нас этот сектор еще не совсем развит, но задача такая поставлена. Но есть огромное количество вот этих кустарных детских садов. Это все ноу? Нет, это что это? Это оказание посреднических услуг. Оказание посреднических услуг между кем-кем? Родителям и индивидуальным предпринимателям, по сути дела. Которые должны получить лицензию в любом случае. Нет. Нет? Вот, вот, я знаю, что нет, поэтому я допытываюсь узнать детали. Если это именно частный детский сад, который выдерживает все требования и зарекоментировал себя как образовательная организация, которая оказывает образовательные услуги, вот да, там, да, лицензирование в обязательном порядке. Опять же, я так понимаю, что там тоже очень много подводных камней. Да, ну я вам тоже скажу, что вы на них старайтесь не наезжать сейчас, извините за это такой детский термин, я объясняю. Ну, во-первых, начнем с того, что действительно, представьте себе, вот вы родитель, да? Евгений Александрович, у нас буквально сейчас через 15 секунд будут новости, я бы хотел, чтобы вы сейчас мысль эту не озвучили, а озвучили ее сразу после новостей, хорошо? Хорошо, добро. 65, 10, 99, 6, код города 495, либо пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Абсурды». Мы сегодня говорим о проблемах нашего российского образования. Во второй части мы затронули тему дошкольного образования, и у нас сегодня в гостях сенат Людмила Бокова и директор Центра образования номер 109 Евгений Ямбург. Евгений Александрович, вы не закончили свою мысль? Нет, мысль очень простая, понимаете? Вот я боюсь, чтобы слушатели нас не подняли превратно, потому что вообще уровень образования и глубина его не зависит от формы собственности. Нужно очень хорошо понимать, что есть государственная школа плохие, и плохие негде, и наоборот, есть частная школа очень... Это понятно, да. Это очень понятно и так далее. Что же касается детских садов, ну вот действительно их не хватает. Если находится милая интеллигентная женщина, которая готова дома у себя собрать там 8-10 детей, это тоже спасение, тоже благо там, понимаете? Конечно, риски есть, но они есть везде, поэтому... Но образование вам не получится. Ну, кто его... Вы только получите присмотр и уход. Да, конечно. Слушай, ну есть центры развития. Да, может, конечно, конечно. Возить на фигурный кадр, а не на грузке. Да, компенсировать можно. То есть все-таки должно быть многообразие, понимаете? Я тоже за многообразие. Нет, абсолютно... И понятную форму собственности все-таки, да? Нет, нет, но это... Я хотел бы понимать тоже, что это не пришли с улицы мамочки, которые начитались книги, потом будут воспитывать моего ребенка. Это будут квалифицированные специалисты, которые решили создать какой-то центр, да? Совершенно верно. Совершенно верно. Это должно быть профессиональное сообщество, действительно, которое, ну, правильные вещи реализует. Но у нас на сегодняшний день, к сожалению, существует порядок. То есть, да, мы все боремся за то, регионы борются за то, чтобы очередь уменьшилась в детские сады. Но вот именно этот сектор не исключает вашего ребенка из общей порядка общей очереди. Поэтому, к сожалению, регионы не всегда внимательно относятся к развитию этого сектора. Сегодня будет подготовлено в Министерстве образования новый порядок организации дошкольного образования, работы в нем. И там как раз зарегламентирована эта строчка, что если он посещает как раз вот эту иную форму, то он исключается из порядка общей очереди. Если он получает образование именно, да, то есть в таком контексте. Поэтому я думаю, что регионы будут гораздо больше и внимательнее уделять внимание развитию этого частного сектора. Это тоже тема бесконечная, немного можно говорить. В третьей части, которую мы сейчас начали с вами, надо поговорить еще о школах, о средних школах, и о учителях, и о их зарплатах. Это самое болезненное, на мой взгляд. Потому что если сравнивать покупательную способность зарплат учителей в Советском Союзе, она была гораздо выше, чем сейчас. Это вообще сомнительно. Это очень сомнительно. У меня папа получал в сельском хозяйстве гораздо больше, чем мама учитель. Вот я вам должен сказать, я внук учительница, сын учительница, муж учительница, и отец учительница. Самые бедные люди будут. И я вам должен сказать, что у меня как это все в памяти, и не надо преувеличивать там великое, высокое положение. Нет, я не говорю великое, но выше. Это была средняя заработная плата по уровню промышленности. То есть средняя бралась показатель по уровню развития промышленности, и это был показатель развития заработной платы учителя. Ну вот давайте о сегодняшнем дне. Значит, была очень жесткая установка президента на решение проблем повышения заработной платы. Этот процесс пошел. Слава богу. Да, он пошел, ну, с искажениями, конечно, я сейчас все честно хочу вам сказать. Скажем, в таких крупных городах, где они доноры, а не, так сказать, да, идиотационные, так сказать, там довольно существенно было повышено. Москве, Санкт-Петербург, ну, там, где есть действительно бюджет, где это можно повысить. Ну, практически до конца 13-го года. Ну, вот у нас есть справка. Давайте послушаем по Москве справку. Нет, 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 сейчас скажу дальше, да? Да, сейчас. Вот. В других регионах там поменьше, откровенно говоря. Но что произошло здесь? Сергей Сергеевич, ну, раскройте, от чего она зависит, почему она меньше, к чему она привязана? Она привязана к экономике региона. К экономике региона, да. Поэтому она не может быть одинаковой везде. Разумеется, хотя труд везде одинаковый. Понимаете, дети везде одинаковые. Второй момент. Там был некий лукавство, потому что в первом проекте закона было написано, что заработная плата должна быть. То есть ставка учителя, базовая ставка. Это тихо ушло из закона, и поэтому, выполняя указы решения президента, люди работают на две, на две с половиной ставки. А это, конечно, выгорание. И в этой ситуации вроде по деньгам и неплохо, но на самом деле цена вопроса потери качества. Это тоже надо понимать. Давайте справку послушаем о том, какие зарплаты в Москве. Лишь восьми. Если проанализировать все доступные вакансии по позиции учитель, а таких на сегодня около двух тысяч, то средняя зарплата в Москве на сегодняшний день составляет 29 тысяч рублей. Больше всего получает учитель математики – 39 тысяч. Учитель младших классов – 38 тысяч. А на почетном третьем месте – учителя английского языка с зарплатой в 33 тысячи рублей. По данным из других источников. Вот, это такие данные, которые нам удалось собрать. Их я могу скорректировать. Да, скорректировать. Потому что здесь еще один фактор, который влияет. Ведь мы постепенно пришли на подушевое финансирование. То есть, грубо говоря, выделяется на ученика столько-то тысяч в Москве, там, в старших классах, 110-120, умножается на количество детей, и вот вам сумма, где директор имеет право это делать. Поэтому тут раз просто больше. Если это крупная школа, серьезная, это может быть и 70, и 80 тысяч. Если это небольшая школка, где 300-200 учащихся, она и будет 29, понимаете? Тут уже начинается… Если это сельская школа, то 13. То 13. Вот так. Вот так, да. И на этот процесс сейчас будет влиять вот этот процесс слияния школ, да, насколько я понимаю? То есть, уже менеджмент будет принимать решение, нет? Ну, настолько глубоко он не повлияет. Не повлияет? Нет, повлияет, повлияет. Ну, оптимизирует. Нет, он оптимизирует, но… Он влияет. И тут есть плюсы, опять и минусы, понимаете? Понятно, что крупные школы выживают лучше, чем веки, да? Но качество. Но качество. Ну, потому что, поверьте, вот я на этом пути уже четверть века, и я понимаю, что такое вместе, когда начинаем из детского сада, все это очень глубоко и интересно. Но когда это происходит быстро и только на предмет финансовых… Ну, если только административным ресурсам делать, конечно. Конечно, да, потому что это требует переучивания кадров, огромной подготовки людей. То есть, это бы тоже в самом начале в этом процессе, в массе своей, понимаете? Ну, экономическая составляющая, да, действует, конечно. Конечно. Ну, и я, насколько понимаю, и управление школы сейчас будет меняться. То есть, у нас будут появляться некие управляющие, правильно, а не директора школ? Нет, директора школ. Они останутся, они будут… Управляющие советы, они давно уже сформированы. Управляющие советы, это общественность, да. Попечительские советы, они давно уже сформированы, действуют. Нет, директора школ, конечно, остаются. Другое дело, что приходится приобретать качества уже другие, менеджерские качества, связанные с маневром, финансом и так далее. Это опять мы живем не на Луне, правильно было бы, если бы мы все больше и больше не отдалялись от детей. Вот это большая беда. Потому что все-таки процесс, знаете, любое управление должно быть объектно-ориентированным, понимаете? Но многие регионы все равно пошли по пути того, что они все-таки создали централизированное управление для всех школ и тем самым освободили директорский корпус от этой достаточно сложной работы. Я понимаю, учителям, преподавателям, ну, легче жить не стало, особенно после, по-моему, 2012 год у нас был объявлен годом учителя, да? Но легче жить не стало. Учитель всегда, профессия была сложная. Она всегда такая сложная, да. Да, легче жить не стало, понимаете? Еще раз, я не устаю это везде произносить. Масса людей замечательных работ, они хотят работать. Но, к сожалению, так случилось, что школа превращается постепенно в то место, где дети мешают администрации, учителям работать с документами. А если еще процитировать Сергея Александровича, самое главное, у нас не надо требовать с учителя того, чего ему никто не учил. А зачем тогда мы сами усложняем весь этот процесс? Вот я не могу этого понять. Ведь раньше не было такого документа оборота. Да, он был, но не таким. Нет, но у нас с 1 сентября документы оборота достаточно серьезно сокращаются, потому что информационные ресурсы появляются, открыты у школ, и все, что заложено в этом информационном ресурсе, это и есть объективная информация о школе. Евгений Александрович, а вы уже пришли на вот эти новые технологии? Что вы имеете в виду? Документы оборота. Вы знаете, тут есть тонкости очень большие, это тоже долго не хочется об этом говорить, потому что прекрасно, что есть электронная почта, прекрасно это есть. Но знаете, в советское время был такой малокультурный термин, назывался он осучивание, это слово автоматическая система управления. Это начиналось еще в 80-е годы прошлого века. И от того, что учитель, ну, есть вещи очень полезные и правильные, они выкладывают домашние задания, есть кабинеты учителя. Дневники, электроны. Это облегчает электронную запись. Нет, это облегчает, извините, пока только родителям. Для учителя это дополнительно. Я как родитель могу сказать, да, мне легче. Но для учителя это дополнительная нагрузка. Это надо сидеть и набивать, это надо делать все. И, конечно, в этом смысле усложняется жизнь в этом информационном пространстве. Еще одна очень важная тема, поскольку 3 минуты осталось в этой части, это ЕГЭ, которую мы с вами обсуждали не так давно. Я знаю, что в 3 минуты уложить эту тему нереально, но, тем не менее, проблем огромное количество, особенно эти проблемы вновь выпукло появились в мае месяце, в июне месяце, скандалы бесконечности. Зачем они нужны нам вообще, это ЕГЭ? Можно отменить его? Ну, во-первых, это медицинский факт, его никто не отменит. В связи с законом сегодня нет, но совершенствовать надо. Ну, нет, предел нашему совершенству, я понимаю, но это все дается очень большой кровью. Да, я знаю, но в этом году эта тема еще была очень сильно аполитизирована, поэтому тоже здесь нужно отдать должное. Средства массовой информации, которые тоже виноваты в этом процессе, да, вы считаете? Нет, нет, там все сложнее, ну, понимаете, 3 минуты это не разговор. Это просто не разговор, потому что, действительно, вот сейчас, если самое главное будет сделано, если будут выложены все материалы в январе, чтобы люди могли их смотреть и с ними работать, а потом это будет там регион такой-то, вариант 28-19, регион такой-то, уже отпадет необходимость, но это просто все. Да, и, наверное, все-таки убрать администрирование излишнее этого процесса со школы. Ну, поскольку финансирование образования теперь будет заниматься регионы, насколько я понимаю, да, насколько вот этот уровень образования будет высок или нет, Людмила Николаевна? Ну, наверное, все зависит от того... Сколько денег вообще регионы готовы сегодня вкладывать в образование? Нет, регион должен вкладывать в соответствие с той формой, то есть подушевое финансирование, норматив у нас заложен, и за каждым ребенком идут деньги на школу. То есть независимо от того, какое название имеет школа, деньги идут именно за учеников. Каждая школа... Школа в этом конкурирует, то есть это провоцирует их развивать школу в... По каким критериям будет выбираться это финансирование подушевое? Нет, оно не выбирается, то есть количество обучающих в регионе определяет тот доход, который получит регион на систему образования. Но, к сожалению, единственное, что меня пока огорчает, это то, что у нас заканчивается проект модернизации образования, который предполагал 120 миллиардов вложений в течение трех лет в эту систему. Они действительно сработали очень положительно, мы видим изменения в школах, и, конечно, мы хотим, чтобы этот проект был продолжен в каком-то другом, ином виде. Может быть, это был отдельный проект по сельским школам, может быть, это была какая-то в рамках государственной программы, но сегодня и учителя, и родители, наверное, ждут продолжения развития нашей системы образования. Деньги все освоены? На сегодняшний день практически, да, то есть у нас последний этап завершающей работы проекта модернизации, есть, ну, скажем так, есть определенные критерии того, что в этом проект еще входило с 2019 года капитальный ремонт школ, то есть у нас действительно вполне объективный, хороший, качественный результат, который не стыдно показать и посмотреть. 65 10 99 6, код города 495, пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Абсурды». Мы сегодня говорим о проблемах образования, встретимся в заключительной части, буквально через несколько минут. Проблемы образования мы сегодня обсуждаем в нашей программе. У нас в гостях сенатор Людмила Бокова и директор Центра образования номер 109 Евгений Ямбург. В третьей части хотелось бы поговорить и о вузах, о высшей школе. Высшая школа, говорят нам, теряет. Теряет и уровень, и теряет некий авторитет даже. Давайте посмотрим, какую информацию мы подготовили специально для программы. Рейтинг вузов. По данным информационных агентств, для ценителей авторитетных источников существуют рейтинги вузов, вроде QS и Times Higher Education. Сориентироваться в основных университетах может помочь и официальное ранжирование. В России существует два вуза с особым статусом национальных. Московский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет. Девять федеральных и еще группа национальных исследовательских. К Московскому государственному университету имени Ломоносова особое отношение. Безусловно, лидерство за ним признают национальный рейтинг университетов, составленный Интерфаксом при поддержке Минобразования. А по оценке британского журнала Times Higher Education, из всех российских вузов только МГУ входит в мировой топ-400. Хоть и занимает только 214 место. Компания QS тоже признала МГУ лучшим российским вузом и присудила ему 116 место в мировом рейтинге. Интересно, что в опросе РБК знаменитый МГУ занял лишь второе место. Пальму первенства получил МГТУ имени Баумана. Действительно, этот университет готовит высококвалифицированных и, что важно, востребованных специалистов. Согласно рейтингу Интерфакса, он входит в тройку лидеров. По данным компании QS, Бауманка — третий российский, а в мировом рейтинге занимает лишь 352 место. Сильно отстает от лидеров, но все же занимает третью строчку рейтинга РБК — МФТИ. В мировых рейтингах МФТИ не фигурирует вовсе. Зато Интерфакс за научные исследования отвел Московскому физико-техническому институту второе место. Четвертую строчку рейтинга РБК читатели отдали Московскому государственному институту международных отношений при МИД Российской Федерации. Здесь мнение россиян совпало с зарубежными экспертами. Компания QS отвела МГИМО четвертое место среди российских вузов и 367 место среди мировых. Интерфакс не включил этот институт даже в двадцатку. Большое внимание экспертов привлекает Санкт-Петербургский государственный университет. Министры признали его национальным вузом, а компания QS назвала его вторым по значению в России и присудила 253 место в мировом рейтинге. По мнению Интерфакса, Санкт-Петербургский государственный университет не достоин входить даже в топ-20. И, наконец, одному из самых раскрученных вузов Высшей школе экономики РБК отдает только шестое место. В мировом рейтинге QS Высшая школа экономики колеблется где-то между 501 и 550 местом. По данным из других источников. Ну вот, это результат. Результат того, что произошло за 20 лет, я считаю. Как Вы оцениваете эти результаты? Знаете, я небольшой специалист по узам. Я все-таки занимаюсь всю жизнь средней школой. И здесь я как бы лучше себя чувствую. Но у меня есть несколько опасений. Ну, во-первых, мы действительно долгие годы были закрытой стороной. Это не секрет никакой. И я что-то не очень помню, чтобы такие данные... Вот моя работа при советской влачной... Ну да, их не было на самом деле. И вузов было меньше. Тем не менее, специалисты забирались руками и с ногами. Особенно инженеров. Да, особенно инженеров. Поэтому я не хочу никого обижать. Ну, я не знаю... То есть, вернее, я знаю, но это же тонкая вещь. На основе каких критериев происходит это сравнение? Понимаете? Я бы так... Ну, как вам сказать? Вот знаете, лет 10 или 12 назад, когда вдруг мы проиграли по математике... Это как по аналогии школьники, да? Ага. Вот. Я посмотрел, там на втором месте была американская команда. Да? Наверное, плохо учим. Я посмотрел состав американской команды. Там было половина иммигрантов, детей из Советского Союза и половина китайцев. Замечательно совершенно, да? Поэтому я не берусь оценивать критерии работы вузов. И те, которые сегодня как бы существуют у нас, они тоже очень несовершенны. Там по площадям смотрим, сколько на одного там студента площадей и так далее. По индексу цитируемости работ. А я знаю, что долгие годы при советской власти лучшие работы, они были засекречены. И они не были в открытом пространстве. Это очень тонкий вопрос. Чтобы оценивать, какой вуз лучший, какой хуже. Я не специалист. Но мы постарались собрать разные рейтинги, да? И вы видите, что результат один и тот же. Я понимаю. Мы выше сотни не поднимаемся. Да. Ну, у нас все-таки надо обратить внимание, что до этого момента мы тоже рейтинговыми вузами не занимались. И не стремились, чтобы наши вузы занимали какую-то лидирующую позицию в мире. Ну, понятно, что для этого нужно проводить определенную работу. И это стоит денег, и немалых. Да, я сторонник того, что, да, мониторинг, конечно, нужен. Но нужно к нему, наверное, мудро подойти. Во-первых, конечно, должен быть внутри вузовский мониторинг, то есть своей собственной аналитикой работы. Конечно, должен быть мониторинг, потому что вуз кардинально встроен в регион. У нас региональные вузы. Региональный мониторинг, то есть эффективность этого вуза на уровне региона. А потом уже подходить к федеральному. Я просто вам на пальцах объясню. Ну, вот есть такой критерий индекс цитируемости в мире, да? Да, да. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот, скажем, очень неплохой вуз, я да, вот часто бывает, там не будем брать московский, там это, значит, набережное чело, там замечательный педагогический институт, да? Ну, скажите мне, пожалуйста, вообще наша российская педагогика, она где-нибудь будет интересна в мире, если она базируется на многих национальных традициях? Она везде все-таки очень специфична, согласитесь. И кого там знают из педагогов? Ну, Макаренко, больше, пожалуй, никого из наших русских педагогов. Сухомлинского. Ну, Сухомлинского только в Китае, поверьте мне. В Китае цитируют, да? И так далее. Все, по этому критерию они никогда не войдут, да? Так что, теперь учили переставить готовить? Понимаете, о чем я говорю? Совершенно верно, мы еще не подошли к осознанию тех условий, которые сегодня нужно создать в вузах, чтобы эти рейтинги действительно выйти. Или, например, в рейтинг входит, например, наличие иностранных студентов. Мне трудно себе представить немецких и французских студентов, которые опять поедут обучаться педагогике в Тульский педагогический институт, при всем моем уважении. Понимаете? Едут, едут, едут и поедут, потому что у нас до этого вообще не было критерия для того, чтобы они приехали. У нас условий не было. Вот я в августе, практически у меня в августе вступил в силу мой закон-проект, который позволяет студентам, иностранцам приезжать сюда без квоты, получать право и на обучение, и на работу. И мы только стали привлекательны для иностранных студентов благодаря этому. От рейтинга давайте на землю спустимся. Вот на землю. Да, давайте на землю спустимся. Дело в том, что можно ли сделать так, чтобы наше высшее образование было для всех бесплатным, всегда бесплатным? И высшее образование могли получить все, кто хочет его получить. Стоп, можно ответить? И ответ будет очень жестким. А вы уверены, что всем нужно высшее образование? Вот смотрите. Ну тот, кто хочет, что дает. А дает ли оно что-то в жизни? Да, нет, сейчас, сейчас, сейчас. Понимаете? Вот смотрите, что произошло. Дает. Вот дает и очень многое. Значит, вот я вам должен сказать, что все-таки опять нельзя оторвать от всего собственного. Что такое сегодня высшее образование в России? Это социальный сейф. И не больше, и не меньше. Потому что мама боится за мальчика в армии, пусть лучше там поучится, да. Сказать, что у нас средний малый бизнес здорово развивается, тоже нет. Куда его девать? И всем правдами и неправдами этого ребенка, знаете, как в роддом на сохранение. Потом разберемся. Ну пусть лучше учится, чем по улицам шляется. Получение высшего образования хорошее показатель. Пусть получит высшее образование. А вдруг он станет гениальным инженером. Нет, стоп, стоп. Тогда не ждите высокого качества. Почему? А потому что если мы берем человека, который с трудом, с большим трудом... Так он отсеется. Ну подождите, да. Он уйдет уже после первого семества. С большим трудом окончил. Да, но государство тратит на него деньги, колоссальные деньги, на его подготовку. Понимаете, где-то возьмем тоже Германию, Америку, не более 30 идут. Выше почему? Потому что там есть возможность свою фирму организовать, ну и многие другие вещи. Понимаете? Я вообще... Если для общего развития, да, хорошо бы, что... Я извините, что вас перебиваю. А разве вот в послевоенной Германии не было бесплатного образования высшее для всех? Нет, одну секундочку. Вот не путайте. Оно и в Финляндии сейчас есть такое. И даже для русских людей, которые туда приезжают. И для иностранцев Германии. Ну для этого надо сдать нормально, вступить на экзамен. Да. А не просто за деньги на какое-то коммерческое отделение поступить. Если ты хорошо учишься, ты получаешь грант, а если ты, извини, не учишься, так пошел вон. И ничего другого нет. Никто не будет вас держать бесплатно. Я же не говорю о том, что не надо сдавать экзамены. Экзамены нужно сдать. Так они тогда должны быть качественными, жесткими. Да. Сейчас эта форма в какой степени... Действительно должны идти лучшие. Конечно, да. Лучшие должны в вузы идти. Ну представь себе, что трошник, который еле-еле тянулся в школе, поступает в педагогический вуз. Нет, и не говоря о том, что все, кто захотел... Это будет педагог... Я именно говорю, вот все, кто захотел и сдал экзамены, бесплатно учатся. Так, подождите. Ну а смысл? А тратить государственные средства на... Нет, нет. Это одно секундочку. Сейчас... Бесполезность. Для этого выделяются бюджетные места. Их очень мало, и с каждым годом становится все меньше. И никто их не отменял. Никто эти бюджетные места не отменял. Но количество вузов при этом не уменьшилось. То есть возможности для поступления в любой вуз, она гипотетически существует для каждого. Но бюджетное место. Это очень тонкая, очень строгая система, которая требует огромной настройки. Понимаете? Поэтому... Ну как вот поступает сейчас министерство? Они все-таки идут по линии сокращения вузов, чтобы было выше качество. Ну и понятно, да? Меньше возможностей для поступления. Если в регионе Х, не будем называть, не хватает врачей и учителей, и там сокращается вуз, это беда большая. Это все, понимаете, неоднозначно. Требуется огромная маневренность и очень сложная... Ну, я думаю, что они еще и вдобавок сокращают такие специализации непрофильные, которые открываются в вузах для зарабатывания денег. Например, технический вуз, а там готовят юристов, экономистов и так далее. Да, юристов готовят любой вуз. Любой вуз, да. Экономистов тоже. Да, совершенно верно. Это тоже далеко. Или ядерный стиль богослов, например, тоже очень интересно. Давайте подводить итоги, потому что осталось очень мало времени. Людмила Николаевна, что нужно сделать для того, чтобы всю эту систему привести в порядок? Ну, кроме законов, которые и так уже приняты, и понятно, что они будут дорабатываться. Нет, для этого нужно время и то, чтобы этим занимались профессиональные люди. Евгений Александрович. Ну, я согласен, понимаете, нужно больше доверять экспертному сообществу. Потому что многие вещи, которые возникают импровизационно, да? Да, согласен. Они потом их приходится поправлять. Худо, когда мы сначала принимаем закон, потом видим там дырки. И начинаем с задним числом поправки, поправки, поправки. Да, Людмила Николаевна, это все в ваш огород. Сейчас все в ваш огород. Мы исправимся. Но, по крайней мере, вот этот закон об образовании, его сколько будут еще дошлифовывать? Ну, в некоторые статьи вступят в силу только с 16-го года. Поэтому у него есть переходные положения. То есть не все статьи сейчас? Нет, не все. Понятно. Знали бы мы еще, какие статьи вошли? Все прописано в законодательстве. Я напомню, что сегодня мы беседовали с сенатором Людмилой Боковой, а также с директором Центра образования номер 109, председателем Общественного совета при Министерстве образования и науки Российской Федерации Евгением Ямбургом. Говорили мы об образовании, которое переживает в России нелегкие времена, точнее о реформах, которые идут уже лет 20, как мы только что считали. Я предлагаю вам, уважаемые слушатели, высказаться по этому поводу. Напишите нам на сайт финам.евру страничку программы «Абсурды» свое мнение. Мы эту тему не оставим в стороне и будем обязательно встречаться еще. Я также должен добавить, что эта программа подготовлена по материалам агентства «Прайм» и системы «Бир Аналитик». До встречи. Спасибо.